А это с проработкой тоже может быть связано? Конечно. А все, что происходит в этот момент, у меня совсем все подписает, я через слово слышу. Вот у меня тоже такой же целый день сегодня мучилась, мучилась. Хотя у меня скайп установила, а на ноуте вообще как зависать. А у меня знаете какой зависать? Я вообще у вас регистрация по структуре. Я радуюсь от того, что у меня пришло сейчас такой клапанер, она в Казахстане витку открыла, там уже зарегистрировала, уже заказы, все. Суть в том, что я как бы хочу очень, ну мне прямо она даже как бы пришла, насколько я вроде активна, мне так оказалось, она как бы ну очень активна. Короче, еще мне понравилось то, что говорящая, да, то есть о чем я мечтала, я хотела, чтобы она была нормально. Слышно меня? Я плохо слышу тебя, у меня подвисает. Буквами только слышу. В общем, понятно. Про новичка. Я хотела сказать, что я, да, я начала рассказывать про новичка, я просто радовалась, что у вас три регистрации, мне так это классно. У меня ощущение было, что это у меня там три регистрации. А я жду, знаешь, какую регистрацию? Да, да. Я жду регистрацию, я уже всем уши прожужжала, наверное, здесь я еще не сказала. Я смотрела фильм Ломоносов, и вот там рассказывали, показывали, как Ломоносов рвался к знаниям, как он это все изучал. Ну вот ему все было интересно, он там изучил сколько-то языков, он, как его, и химию изучал, вот он самостоятельно до всего доходил. Вот я говорю, мне нужен Ломоносов. Ну сегодня что-то встало и говорю, да, мне нужен бизнес-партнер как Ломоносов, но только женского рода. А потом, ну ладно, пусть даже мужского рода. И мужского рода тоже примем. Вот надо, чтобы пришел человек, которому надо. Вот такой человек, чтобы был. Да и не один, а чтобы... Да, да, да. Я же специально просидывала тексты по принятию. Это тексты, которые... Оля вознесет в своей группе, вы же просто не заходите, а я там копирую, там по симптомам. Почему? Почему? А с алкоголем, там с лекарствами и все. То есть боль, там сигнал нити нашего организма, чтобы мы отреагировали. Мы обычно заглушаем боль. Вот. А нужно ее... Это я уже не знаю. С ней бороться. Бороться не надо. Воль тоже надо принять. Я скажу, что когда я начинала по методу принятия работать в воле, я работала консультациями личными. Одни мы проходили с ней консультации. Знаете, что со мной произошло после того? И просто... Некоторые появляются. Голова болит. Или еще что-то. Оношение всю жизнь. Ну, с детства, скажем правильно. И у меня маленькая точка появилась на ноге. И из этой точки, когда я начала прорабатываться, у меня стало превращаться в волны на ноге. В правой ноге... Это... 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 Скажи, да, как у меня были... Страшные ноги. У меня было ощущение, что на меня пролили... У меня ноги просто, не знаю, кожа сходила. Кровоподтеки были страшные. Она у меня распухала. Вот так у меня... Начинался на... Проработку... Кровоподтеками по отношению... Пока я отца не проработала, не приняла. Она проходила... Ну, несколько лет я... Даже... Правильно сказать. Ты улетел на мои ноги. Я стеснялась своих ног. Потому что я... Открытие... У меня все время вопрос... За что с тобой с ногами... Смотри на меня... Потом... Бас на мою ногу. И... Даже Оля испугалась. Она говорит... Оля, ну что-нибудь помашь хотя бы... Потому что... Ну, это невыносимо. Что... Что... Я вот это все терпела. И каждый раз я обрабатывала. Боль, 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 боль. Представляете, как я... Как я запихала в себя боль по отношению к отцу. Что он ко мне не... Возможно, он меня и не любил. Принимал. Это вот озор большой. На протяжении всей моей жизни. Да. Я вот это все... Это у меня влезло на ноги. На моей стопе. Тоже с правой. У меня прям на всю ногу. Прям... Начиная с колена... Стопы, короче говоря... Тоже вот так же было. Но я не приняла это. Даже я не знала про это. Я думала... Да фигня. Отношение к мужчине было... Боль, короче. У меня была большая... Ну, потому что папа обидел с детства. Отказала. Мне так казалось. После этого... Вот сейчас... У меня появились родственники со стороны отца. Меня сами нашли через одноклассники. Меня нашли... Сталпица. Тоже с Эфигидинов. Отношение к мельцам. Ну, как бы... Ну, мы родственники. А я не знала существования на протяжении 46 лет. Ну, то есть, до... Вот... Этих курсов. Буквально этого месяца. Твои меня... Просто я могу бесконечно... Я очень рада, что я пробил... И... Наконец-то у нас в команде мы стали... Работать... 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 Вот эти... И... Я очень... Я очень хотелось, чтобы у всех результатов... Потому что, когда работаешь на команде, это вообще мега круто получается. Результаты... Просто вообще волну накатывает. Да. Возможно, будет больно. Да. Возможно, будет как-то не... Симптомы. Боль. Там... Головное нарушение. Тошнота. Там... Не знаю. А у меня ногу просто вообще... Как будто это щели не было. Что ногу мою просто взяли и этим... Как бы... Насосом накачали. Я вздулась. У меня же было такое видео, да, когда у меня... Нога надула. Вот. Надутая нога просто... Я ходила и еле-еле передвигала ногу. Я даже не могла в обувь... Одна нога нормально заходила в обувь, а вторая правая. Она мне даже еле залазила в обувь. И всегда, когда ходила, я говорю, что у тебя с ногой? Что у тебя с ногой? Удражать начинала. Потом у меня было такое, что... Я сильно... У меня началась температура подниматься. Две недели я просто с температурой... У меня насморк... То есть... Ни с того, ни с сего я нигде не простывала. Я просто за проработком была. И я... Ничего, ничего, дорогая. Потерпи. Это нормально. Это хорошо. Это хорошо, что у тебя все вылазили. Чем лучше, тем лучше, правильно сказать. О, вы меня слышите, да? Алло, алло, я слышу Гульнара. Иногда. Иногда догадываюсь. Я говорю, в записи, когда будет там, наверное, хорошо... Ты поняла, что меня, наверное, либо убила... Пропала? Что будет? Ничего не слышу. Я говорю, в записи, говорю, тоже так же будет звук? Или будет хорошо слышно? Опять пропала, я тебя не слышу. Совсем не слышу. Связи пишут у меня. Запись нормально записывается. А, ну хорошо, потом послушаю. В общем, то, что происходит, там сердце болит, там еще что-то, там тошнота, туалет, боли там в боку, это все хорошо. Это значит то, что было в стиле, накопилось. Вот, смотрите, мы же обычно как реагируем. Я не реагирую. А мы на ту или иную ситуацию так отреагировали, ну, внутренне даже. Потом ее закопали. Ну и ничего страшного. Пошла, пойду таблетку выпью, пройдет. Голота, сердце заболело, пойду таблетку выпью. Ну, то есть вот так все, да? Всегда все на таблетке, таблетки. А на самом деле это пройдет. А сейчас мы, благодаря тому, что мы методом работы, мы все это, все наши боюськи, все наши страхи, все наши эти. Бояться — это нормально. Чувствовать боль — это нормально. То есть вот это принятие, вот так он называется. И все эти боли свои, как бы, тоже. Вот тогда, получается, вот, как сказать, неожиданно приходят вот такие вот вещи. Как говорят, им сама... Сдала, да? Дом, она боялась, что дом у нее сгорит вообще. То есть там бесхозно у нее где-то там, где-то там находится в поселке. А тут она подумала про работу, и, пожалуйста, люди позвонили, попросили. То есть все нормально. Нормально. И на своем положении поправила свое. Хорошо, Эфимик, правильно понял? Да. Да. И даже, знаете, какой фейк. Здесь люди даже болезни под колей приходят, даже люди, которые болезни прорабатывают. Люди там уже в лежачем положении, там могут встать в постели. Даже там какие-то у них симптомы. Тоже приходят на проработку Коли, но она, конечно, я так вообще не смогу, потому что у меня не таких мамочей. Ульнара, а ты с ней работала через скайп или ты где-то с ней встречалась? Скайп работала. Вот так вот. Включались, садились. Да. Все нормально работает. Мы садились в скайпе, разговаривали. Она наблюдала. Все нормально. Она практически со всеми своими людьми и клиентами. Часайп работает. Не обязательно куда. Не, бывает, конечно, люди приходят домой, но это не совсем прям обязательно. Оно и так, и так работает, Ира пишет. Блин, у меня жизнь просто без мамы не может. Мама нужна ему. Тепло мамина. Мы с тобой вдвоем остались? Да. Давайте тогда... Давайте мы вдвоем поработаем. Еще время. А, я хотела похвалиться, что... Я, короче, искала метод простой и легкий перекрутить. Как у Оли всегда говорила, надо находить то, чтобы приходило... Знаете, буквально после... Ага. Знаете его? Знаете его? Ага. Да, да, да. Есть у меня. Я тоже его поставила. Не знаю для чего. Теперь, когда я начинаю по WhatsApp рекрутировать, открываю ЕМО. Так, у меня включено. Открываю ЕМО, а там все они уже есть или появляются. У меня партнер приехал из Узбекистана и фотографии в вокзал. Он говорит, вот построили. Отчитывается. Я ему сказала, фотографии мне присылают. Ага. Это который поехал на этот, на Мегафорум? Ой. Навстречу. Как его зовут-то я забыла. Забирался. Только прилетел в Узбекистан. Вот он прилетел. А, уже отчитывается, да, я на жвейской земле. Молодец. Ага. Да. Да. Я сейчас скину, говорит, в Узбекистан. Его этот, его эти фоточки. Ага. Хорошо. Сейчас я скину. Да. Просто, чтобы... Так, я обалдела. Можно смотреть на сидушку. То есть, раньше был пост плазменный телевизор. А сейчас вот так вот. Вот я скину наш этот чат. А, экраны. Да. Интересно. Ага. Видите, да. Да. Наверху всегда весело. Классно. Ну, все растет, все меняется. Ага, тут удобно. Ну, мы, значит, тоже в таких условиях. Ну, что там, давайте работать. А? Это, наверное, давайте работать. Ах, ты вокзал. Это связь у нас припевает. Связь сегодня, да. Совсем не годится. И завтра, последний день. Ну, завтра, последний день. Это седьмой день интенсива. Так. Семь дней нормально. Семь дней просто отдыхать. Потому что будет много симптомов вылазить. И надо просто наблюдать за собой. Угу. Это такие рекомендации. Проходила у нее интенсивы. Угу. Так. Ну, давайте сегодня начнем. Пишите число и время. Сейчас на данный датчик. Восьмой. 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 Что хотите проработать, Фаин? Какие есть пожелания? У нас Ира все предлагала поработать с теми. Чтобы мы были с директорами. Кстати, очень хороший страх. Он в любом случае есть. Как вам предложение? Она сейчас подключится. У нее там ребенок. Угу. Я не поняла, какой предложение. Потому что пропала связь в это время. Повтори. Что Ира? Предложение было такое. Поработать? Нет. Не слышу я. Опять пропала. Чтобы стать в этом году директорами всем. Нам. Страх проработать стать директором в этом году. Бриллиантовыми директорами. Сегодня утром было пожелание найти пять новичков, которые будут приглашать бизнес-партнеров себе. А я говорю, а зачем пять? Можно и шесть, можно и больше. Думаю, для бриллиантов-то шесть нужны. Ну да. Мы будем работать по... По тому страх проработать, чтобы... Обычно же страшно все-таки стать бриллиантов. Да, это сколько работы. Ой, сколько. Страх. 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 У меня аж рука заболела. Сейчас с вами страх пошел. Страх. Сейчас будет шумно. Может там? У меня начало руку левую сводить от мысли. Представляете, как и работает. От мысли даже, что я бриллиантов-директором стану. Страшно же ведь? Ой, как страшно. Страх. 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 а то будем только ездить историями делиться на всяких мероприятиях меня просто дома не было поэтому меня выкинула я только пришла здравствуйте всем у нас такая связь плохая была что мы еле-еле друг друга слышали и предложила у иры сафронным но она сам говорит давай работаем а кстати бриллиантовым директором это очень мега предложить да еще в этом году я думаю что есть смысл да ну да зачем нам зачем за 10 месяцев сделали бриллиантов директоров просто пришли сделали она всегда страшно это же страх поэтому мы его и не давайте девчонки до снижение число время как обычно и начнем с апогея ира подключится если что послушать подводят она у нее ребенок не заснул поэтому она не подключается значит так и стала бриллиантовым я так и стал бриллиантовым господи какой страх да ничего страшного нет у меня лично голова болит прям головная боль сразу началась перепланировать зачем нам нарываться на кучу всяких доходов зачем нам это нужно не получила доход они компания ежепаталозно 250 тысяч рублей премия 600 тысяч рублей нафига только денег да правда что машины премиум за 2 миллиона 50 тысяч за 2 миллиона 50 тысяч нафига нам все это да правда же я так и не пригласила меня слышно да девчонки иногда слышно но лучше предлагайте я тоже я вот уже не знаю сколько там уже предлагайте какие у вас еще страхи есть что может вас страшить чего вообще вам нужно тут вообще уровень бриллиантов вообще он вообще он